Во-первых, Валерий Иванович достаточно подробно выступил и рассказал о необходимости реформы и, скажем так, для чего она нужна. Я основную посылу скажу, что это требование федерального законодательства, и мы, соответственно, исполняли федеральный закон. Поэтому с 1 января 2022 года в Санкт-Петербурге заработала, скажем так, мусорная реформа. То, что коллеги говорят о том, что им наплевать, мусор валяется в Ленинградской области, я, так сказать, совершенно не наплевать. Потому что я, как и горожанин, выезжаю дыхать в Ленинградской области, когда я вижу вдоль дороги завалы из мусора, из автомобильных покрышек. Меня, конечно, это очень беспокоит, и внешний вид плохой, да и экология нарушается, потому что, понятно, это все, скажем так, попывает в почву и так далее. Основная все-таки цель реформы, вот я повторю, наверное, заваливающим, это, конечно, легализация и прозрачность всех процедур и процессов, которые есть в этом мусорной реформе. Соответственно, это и как будет забираться, и как оно транспортируется, где размещается, как обрабатывается, как утилизируется, как захоранивается. Вот все этапы, которые проходят, скажем так, твердые коммунальные отходы, там их жизненный цикл. Продолжение следует...